Что лучше, 4 быстрых синих ядра или 6 медленных красных? Именно такой выбор стоит перед теми, кто планирует собрать недорогой игровой ПК. На одной чаше весов 4-ядерный i3-12100F на свежей архитектуре Elder Lake, на другой 6-ядерный Ryzen 5 5500 на чуть более старой Zen 3. Оба отлично работают с DDR4, имеют схожую цену, холодные, нетребовательные к платам, у обоих есть интересные варианты по апгрейду. Но что же в итоге выбрать? Чтобы ответить на этот вопрос, сегодня мы проведем не совсем обычные тесты. И давайте так, среди подписчиков нашей телеги мы разыграем лучший процессор вместе с платой. На связи МК, сегодня мы сталкиваем между собой ядра и архитектуры. В 2022-м Java был одним из самых востребованных языков программирования. Он везде. На сайтах, в играх, в приложениях, научных исследованиях, умном чайнике и автомобиле Тесла. Ката, Академия IT-специальностей, уже более пяти лет обучает студентов программированию и тестированию на Java в России по модели ISA, оплата после трудоустройства. Студент проходит вступительные испытания, поступает на курс, далее обучается под контролем наставников, получает опыт в командном проекте и устраивается на работу по специальности. Если вы не находите работу, то ничего не платите, так же, как и не платите, если не справились с программой. Ката получает 17% от зарплаты студента только после его трудоустройства. Именно поэтому нужно быть готовым после прохождения обучения к переезду в Москву или Петербург для трудоустройства. Минимальная гарантированная зарплата выпускников курса по Java разработке – 100 тысяч в месяц. Это прописано в договоре с Академией. В 2023 году 82% выпускников этого курса устроились на работу с зарплатой выше 150 тысяч рублей. Если вы хотите стать Java-разработчиком с гарантированным трудоустройством, переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на курс в Ката Академии. На самом деле вопрос сложнее, чем может показаться. С одной стороны, почти все современные игры параллелятся не слишком хорошо, и разница между 8 и 16 ядерным процессором будет на уровне погрешности, из чего можно сделать вывод, что более быстрый однопоток в играх решает. И вот по этому показателю i3-12100 лучше – 1600 баллов в Sinebench против 1300 у Ryzen 5 500. Но, с другой стороны, ПК – это не консоль, где запускается только игра. На компьютере в фоне легко может крутиться браузер с несколькими вкладками, работать в Photoshop, качаться торрент, обновляться система – все это, разумеется, нагружает процессор. Для мощных многоядерных процессоров такая нагрузка не проблема. Но что произойдет с четырехъядерным i3, у которого и так все 8 потоков будут заняты игрой? Давайте это проверим, отойдя от привычных стерильных тестов на чистой системе. Разумеется, они тоже будут как эталон, чтобы было понятно, насколько сильно фоновая активность просаживает бюджетные процессоры. Шестиядерный Ryzen 5 5500 и четырехъядерный i3-12100F будем тестировать в одинаковых условиях. Наш тестовый стенд включает 16 ГБ ОЗУ двумя модулями от ADATA, частота 3600 МГц, 16-е тайминги. Все игры и Windows стоят на быстром NVMe-накопителе, а за питание отвечает мощный золотой БП на 850 Вт XPG Core Reactor. Обе материнки – недорогие решения китайских мастеров с проблемами выставления таймингов ОЗУ, но зато с низкой ценой. В любом случае, нашим базовым процессорам их хватит. Ну и чтобы выжать максимум из CPU, сравнение проведем на максимально возможных настройках графики, однако в Full HD из DLSS на производительность, чтобы RTX 3080 Ti не загружалась на 100%. Пока ко мне едет тестовый стенд с Али, собираем все это в небольшом корпусе формула Crystal Z5. Сначала синтетика. В CPU-Z расклад такой же, как и в Sinebench. Шесть ядер Zen 3 далеко впереди. И это ожидаемо. Все-таки красная архитектура не настолько хуже Elder Lake, чтобы последняя могла перебороть 50-процентную разницу по числу ядер. При этом по однопотоку, разумеется, снова лидирует синий четырехъядерник. В 3D Mark, который тестирует именно производительность процессора для игр, расклад похожий. Если i3 набирает 6000 попугаев, то вот Ryzen 5 уже 8. Да, разница меньше, чем в голой синтетике, но все еще этот современный игровой бенчмарк отдает предпочтение более многоядерной ряженке. Тест в играх. Естественно, начнем с польского унижателя железа 2077. Если на старте Кибербак не очень любил ряженки и не использовал их виртуальные потоки, то спустя пару лет активного патчинга ситуация кардинально изменилась. Теперь 12 потоков на Zen 3 оказались впереди, обеспечивая больше 80 кадров в секунду по игровому бенчмарку при просадках к 40. Восьмипоточная i3 тоже держится молодцом, но все же выступает значительно хуже. Около 65 кадров в среднем с просадками к 30. Теперь давайте симулируем обычную фоновую нагрузку. Запускаем фотошоп, поднимаем пиратский флаг, включаем хром с несколькими вкладками и оставляем запущенными игровые лаунчеры. В итоге такие, казалось бы, не самые тяжелые задачи больно ударили по обоим бюджетникам. По бенчмарку Ryzen 5 5500 с таким фоном провалился до уровня чистого Core i3. А вот для синего процессора фоновые задачи стали последней каплей. Бедолага грузится до 100% и выдает меньше 50 FPS в среднем. А минимум вообще лишь на кинематографическом уровне. Ну и финал поездка по городу. Это крайне тяжелая нагрузка даже для более быстрых процессоров. И надо сказать, Ryzen не перестает удивлять. 50-60 кадров в секунду в среднем. И даже в самом тяжелом месте было около 40 FPS с единственной просадкой очень редких событий ниже 20. В дальнейшем эта цифра снова подросла к 30. Так что даже если вы забудете полностью разгрузить систему, проблем с киберпанком у шестиядерника не будет. А как там наш четырехядерный i3? Пока поездка происходила по не самым нагруженным местам города, он держался бодрячком. Те же 50-60 кадров в среднем без просадок. Но стоило заехать ближе к центру, как удалось ощутить настоящий консольный экспириенс. Средний кадр около 30, процессор пыхтит под 100% нагрузкой, статистика редких событий говорит сама за себя. Играть так, конечно, можно, но реакция на любые действия очень вялая. В общем, даже игра 20-го года легко может поставить на колени один из самых быстрых четырехядерников современности. Но бич свежих игр, как вы знаете, отличная оптимизация. Запускаем первую часть одних из нас. Без фоновой нагрузки ситуация терпимая. 12-100 способен отрисовать под 70-80 кадров в секунду. Правда, в отличие от киберпанка, нагрузка на него здесь почти постоянно около 100%. Поэтому статистика очень редких событий болтается лишь на консольном уровне 25-30 кадров, да и график фреймрейта рваный. Играть так, конечно, можно, но вот комфорта будет слегка не хватать. А вот шесть ядер AMD снова себя показали с лучшей стороны. И хотя он грузится в больше 90%, чувствуется, что игра дается ему легче. Средний FPS под 80-90 кадров, да и статистика редких и очень редких событий ближе к 60-ти, а не 30-ти. Была лишь одна просадка ниже 30 кадров, скорее всего, это подгрузка уровня. В итоге играть на Ryzen 5 5500 приятней. Теперь запускаем в фоне все тот же Photoshop, Torrent, Chrome и пару игровых лаунчеров. И итог предсказуем. Раз 12-100 и до этого грузился на сотку, теперь он вынужден отдавать часть ресурсов фоновым задачам. Поэтому даже в не самой тяжелой локации с торговым центром FPS в среднем падает к 40-50 кадрам, а вся статистика редких и очень редких событий устремляется к 20. Опять же, играть так можно, статтеров нет, но постоянные подергивания картинки и желейное управление точно будут раздражать. 5 500-му с фоновыми задачами тоже пришлось туго. Он также грузится под сотку, но все еще держит средний FPS выше 60. Правда, статистика очень редких событий постоянно ниже 30, так что подергивания картинки будут заметны. Но в любом случае играть на шестиядернике ощутимо приятней. В подборке игр мы старались брать максимум, поэтому на очереди Plague Tale Requiem. Игрушка красивая и требовательная к железу. В локации на рынке со множеством NPC объектов в синему четырехъядернику пришлось туго даже без фоновых задач. Он смог выдать только 40-50 FPS в среднем, временами проваливаясь до 30, а статистика редких и очень редких событий вновь была кинематографической. Но никаких статтеров на полсекунды не было. Опять же, с учетом консольного управления, играть так получится без проблем, но все еще вязкость при движении мышкой и подергивании картинки будут явно заметны. И если вы подумали, что Ryzen тут выступит бодрее, то нет. Эта игра требовательна как к однопотоку, так и к многопотоку. И по первому показателю шестиядерник слабей. Это сказалось на геймплее. Хотя средний FPS на красном камне был все же слегка повыше, около 50-60, при резких поворотах камеры случались заметные статтеры и просадки редких событий к десяти кадрам. Так что в чистом тесте i3 оказался лучше. Сделаем процессором больным, оставляем фоновые задачи. Интересно, что в таком случае, что Core i3, что 5500 не грузится на 100%, но все еще обоим CPU стало ощутимо сложнее. Теперь и на 12100 есть фризы при повороте камеры, и он в среднем показал себя хуже временами, даже средний FPS был ниже 30. Так что все-таки шесть ядер в этой игре не лишние. И хотя Ryzen тоже было тяжеловато, таких серьезных просадок он себе не допускал. Перейдем к тяжелому онлайну. Разумеется, тут же вспоминается поле битвы 2042, по которому в свое время хорошо протоптались и критики, и геймеры. Выбираем матч на 64 игрока, чтобы посильнее загрузить CPU, и быстро становится очевидно, что мы перестарались. Бедный четырехъядерник пыхтит на 100%, и хотя среднее в PES за 70, статистика редких и очень редких событий красноречива. Постоянно встречается падение кадров ниже 10. В целом, играть относительно комфортно, но нужно помнить, что это онлайн, и если падфриз случится при перестрелке, это может привести к возгоранию пятой точки. А вот на шестиядерном Ryzen ситуация гораздо лучше. Средний FPS нередко за сотню, а с учетом того, что CPU не грузится на полную, статоров даже если ездить через всю карту на баге гораздо меньше. Если же играть на своих двоих, статистика редких событий держится выше 30, так что стрелять в пиксель на ряженке комфортнее. Включаем режим «Забыл закрыть фотошоп» с фоновыми задачами, и Core i3 тут сдается. Средний FPS, конечно, все еще вполне неплох, около 60 кадров, но вот статистика редких событий постоянно, в лучшем случае, кинематографическая, а пики на графике фреймрейта можно порезаться. И если в сингле так худо-бедно поиграть еще можно, то вот в онлайн-игре такие постоянные подфризы и желейное управление точно будут мешать доминировать над врагами. Шестиядерник снова показал себя с лучшей стороны, да, нагрузка на него теперь почти всегда 100%, но пару лишних кремниевых яиц делают свое дело, и FPS в среднем прыгает около 60-80, а статистика редких событий не столь удручающая, и нередко даже минимальный кадр выше 30. Играть так куда приятнее. Да, фризы могут лишить вас пару киллов за матч, но в целом ситуация гораздо лучше, чем на 12-100. Ну и под конец давайте откатимся по уровню развития графических технологий на ступеньку назад и запустим Ghostwire Tokyo. Не самый известный проект беседки, где нужно бороться с призраками в Токио. Игра базируется на предыдущей, четвертой версии движка Unreal Engine, но трассировка лучей в дождь спасает картинку, а заодно и дает дополнительную нагрузку на CPU. И раз четвертый Unreal разрабатывался во времена рассвета четырехядерников, на 12-100 игра должна идти отлично. Но, к сожалению, это не так. Да, на 12-100 средний FPS хорош, порядка 60-70 кадров, но вот просадки средних событий ниже 20-ти случаются регулярно при резких поворотах камеры. С учетом того, что игра консольная и однопользовательская, никаких проблем с прохождением у вас не будет, но назвать его полностью комфортным не получится. И да, Ryzen 5 500 здесь снова чувствует себя гораздо лучше, у него и средний FPS нередко под сотню, и просадки 0.1 FPS ниже 20-ти случаются очень редко. А 1% FPS low и вовсе держится за 30-40 кадров. Как итог, наш шестиядерник вновь в лидерах. И если включить фоновые задачи, ситуация сильно не меняется. Даже с ним в игре на Unreal Engine 4 наш 12-100 не грузится на 100%. Поэтому в целом лишь немного проседает средний FPS, а проблемы с фризами из-за печальной статистики и редких кадров никуда не уходят и держатся на том же уровне. На 5500 ситуация схожая, средний FPS проседает до уровня i3 без фоновых задач, становится несколько больше фризов, но картинка в целом та же, играть на ряженке оказывается комфортней. Что по итогу? В комментах точно кто-нибудь напишет, что мы специально брали самые тяжелые игры и ставили там ультра настройки графики, чтобы утопить 4-ядерный Core i3. Но если у 12-100 уже есть проблемы в современных играх, то что будет дальше? Новые релизы оптимизации не блещут и наивно думать, что в будущем 4 ядра заиграют новыми красками. Никакого запаса на будущее у современных Core i3 просто нет. Так что, как и обещал, вот эту плату Honda A520, которой только одна претензия, это отсутствие XMP профилей и занижение реальных таймингов, нет. Вместе с процессором Ryzen 5 5500 мы разыграем в нашей телеге. Достаточно просто быть подписчиком и кликнуть на кнопочку «Участвую». Ссылочка будет в комментариях. Но ставить крест на 4-х ядрах все же рано. Все еще можно подкрутить процессорозависимые настройки, чтобы добиться нормальной производительности. Можно позакрывать все фоновые программы, ограничить FPS, чтобы у процессора было больше времени для обсчета следующих кадров. Мощности этих CPU без проблем хватает для любых проектов до 2020 года, включая массовые онлайн-игры. Так что пока можно повременить с продажей ПК на каком-нибудь i7-7700K, если вы готовы ковыряться в настройках графики или не собираетесь активно играть в новинки последних лет. А вот собирать с нуля на i3-12100 вообще никакого смысла. Шестиядерный 5500 уже стоит на 1000 дешевле, и при этом он оказывается ощутимо быстрее в тяжелых играх. И даже с учетом будущего апгрейда, LJ-1700 не интересен. Хотя сокет Intel на пару лет моложе iM4 является пока последним, его жизненный путь уже практически завершен. Да, 1700 еще получит рефреш поколения, но расклад сил оно не поменяет. Так что логичные пределы апгрейда, с учетом не самых топовых комплектующих в обоих случаях, это i5-13600K и Ryzen 7 5800X3D, которые стоят схожи и выступают в играх плюс-минус одинаково. А если учесть, что 5800X3D активно дешевеет, и через пару лет он будет гарантированно стоить меньше 14-ядерного Core i5, выбор за iM4 в недорогом сегменте становится еще очевидней. На связи был МК, напоминаю про наш Телеграм, где мы ежедневно публикуем интересные IT-новости, и про наш розыгрыш платы вместе с процессором и по традиции двумя костюмами МК. Меня зовут Михаил Крошин, жду вас в комментариях. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok